Основной темой беседы руководства МИДа Приднестровья с российским политологом Александром Прохановым стала евразийская интеграция. В минувшем году глава государства Евгений Шевчук отметил ее как приоритет, включив концепцию внешней политики. Как отметила Нинаштанский, общественный деятель такого уровня и опыта может помочь республике. Это наш союзник, авторитетный общественный деятель, государственник, народный дипломат, идеи которого опята империи очень близки нам и созвучны в контексте наших евразийских устремлений. В ходе встречи преднестровские дипломаты рассказали Александру Проханову о прошедших в республике изменениях, внешнеполитическом курсе и задачах на перспективу. Как рассказал в интервью сам публицист, увиденное и услышанное его приятно поразило. Я думаю, что новое поколение политиков, пришедшее с новым президентом, оно необходимо стране, которая переживает период динамический, период динамичного развития и обогащен этой встречи. Преднестровские дипломаты заручились поддержкой российского публициста и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Договорились о том, что в течение этого года мы организуем целый ряд интересных проектов совместно, которые будут, я надеюсь, интересны не только представителям журналистских кругов, академических кругов, но также молодежи. Сегодня же вечером журналист и политолог Александр Проханов провел встречу с преднестровской общественностью журналистами. Говорили о приоритетах современной России, Евразийском Союзе, развитии российско-преднестровских отношений. Подробнее об этой встрече наш телеканал расскажет в воскресенье в программе «Вовремя. Точка отчета». Инна Сипит, Олег Коваленко, Первый Пренестровский.